Это сегодня брещанка Марина понимает. Возникшее сомнение нужно было проверить, прежде чем отправлять фотографию банковской карты подруге. Та попросила положить денег на телефон и прислала снимок с данными, якобы чтобы отдать долг и вернуть нужную сумму на счет. Однако срочная в кавычках необходимость оказалась вымышленной, как и сама подруга. Недавно подруга мне написала ВКонтакте о том, что ей нужно срочно денег на телефон положить, но указала номер не свой. Я подумала, что что-то случилось, дозвониться ей как раз не смогла и перевела ей деньги. И потом она попросила еще сфотографировать карточку, что вернет мне эти деньги, положит на карточку. Я все отправила, сфотографировала и буквально через полчаса не стало ее страницы, но я уже поняла, что меня обманули, поняла, что взломали ее страницу. И таких заявлений сегодня на учете ВВД Брестского облсполкома больше 20. Еще по 10 проводятся проверки. Как показывает практика, на удочку злоумышленников чаще всего попадаются близкие друзья и родственники. Доверительные отношения в реальной жизни они переносят в виртуальную, даже не подозревая, что воспользоваться знакомым аккаунтом сможет кто-то другой. В последнее время на территории города Бреста и Брестской области участились случаи мошенничества в сети интернет. Так, мошенники пользуются тем, что вскрывают личные странички в социальных сетях ВКонтакте, в Скайпе. От имени владельца странички распространяют информацию с просьбой об одолжении денег. Кроме этого, эти мошенники убеждают своих друзей сфотографировать банковские карточки с двух сторон для того, чтобы вернуть долг. К сожалению, в настоящее время по таким фактам возбуждено 25 уголовных дел. 10 материалов находятся в стадии проверки. Поиском такого рода злоумышленников занимаются в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий совместно со следователями. Правоохранители прилагают максимум усилий для того, чтобы найти и наказать хитрого вора. Но это непросто. Как правило, мошенники стараются побыстрее избавиться от переписки, либо и вовсе удаляют страницу пользователя. Примеры довольно разные. Гражданка города Бреста зарегистрирована в сети ВКонтакте. На ее страницу был осуществлен несанкционированный доступ. И в последующем лицам из числа контактов неустановленное лицо направило сообщение с предложением скинуть денежные средства на мобильный телефон. Нашлись друзья, которые согласились предоставить свою услугу и скинули денежные средства на мобильный телефон российского оператора. Сегодня гаджеты и социальные сети довольно прочно вошли в нашу жизнь. Интернет-покупки, переписка с партнерами, общение с близкими – все это всегда под рукой. Да, они во многом упростили нашу жизнь. Однако не стоит забывать о потенциальных рисках. И помните, в первую очередь безопасность ваших денежных средств и имущество в ваших руках. А если беды миновать все же не удалось, с разбирательствами по этому делу затягивать не стоит. Хотелось бы еще раз обратиться к гражданам, быть бдительными и не поддаваться на такие мошеннические действия. И если вы получили подобного рода информацию в социальных сетях, перезвонить своему близкому другу и сообщить по телефону эту информацию, чтобы убедиться, человек попал в беду, нужна ли ему помощь. Если такая ситуация произошла, вы потеряли определенную сумму денег, списанные с карты счета, банковской карточки, сообщить об этом в милицию, написать заявление. Для того, чтобы сотрудники отдела по раскрытию преступления в сфере высоких технологий начали материал проверки. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.